200 долларов. Это деньги. Мы с Инкой за свои деньги просто летим, чтобы посмотреть, боже. Это деньги. Отель еще от 200. Ух ты ж, е-мое. Фантастика. Просто много историй с деньгами там и что было. Понимаю. Я как-то помню, я летал самолетами, ну, в Na'Vi, когда он был. Был в 3 часа ночи. Экономили. А, нормально. После этого с обычника в жизни не полечусь, пожалуйста, берите нормальную. И все. Хороший самолет в 3 часа ночи, нормально. Прилетел. Выспанный, свежий. Пока. Давайте уже. Давайте бестмастер, Queen of Pain. Наоборот, что ли, поменялись командами? Ну да. Адекватные пики теперь. Опять Kotal Vis, Бабаня. Оу. Чего же они так Kotal этого боятся? Надо будет сегодня спросить у Ванька, чтобы Ванек сегодня приедет к нам. Оу. Еще раз всем добрый вечер. Возвращаемся мы в нашу комментаторскую и продолжаем смотреть гранд-финальную серию. Европейский дивизион буквально на протяжении 2-3 часов узнает своего чемпиона и представителя на Интернешнале. Будет ли это Na'Vi? Будет ли это Vegas Quadron G2? Мы уже узнаем очень скоро. Давайте смотреть. Третий пик. Давайте посмотрим на пике. Мы видим то, что команда на самом деле прогрессирует с невероятной скоростью, потому что тут мы видим уже просто вот супер-пупер-баны, как я их люблю называть. Это Kotal и Risp. Это все. Это вот сразу начинаются турниры, да, всякие зомби и прочие герои, они становятся главными противниками, потому что команды умеют их играть. И после каждой игры ты узнаешь столько много нового, например, про Урсу, да, там, про Кэри Свина, что, понимаешь, надо с этим завязывать. Хватит этой наркомании. Да, надо с этим завязывать и, естественно, показывать надежную, стабильную доту. И вот что мы видим? Мы видим просто гениальные пики. Это просто называется нюки. Гирокоптер, дизраптер, два товарища, которые, ну, почти друг с другом сочетаются, потому что один накрывает, а второй расстреливает, пока никто не может убежать. Уже, уже приятно. Да, хорошо. Но с той стороны тоже отлично? Да, здесь у нас бисмастер, который фиксирует моментально свою цель на одном месте и после этого улетает к вопа. И если Vega Squadron не найдет для себя какого-то хорошего сейвера, там, Даззла, Шаду Демона, которого, кстати, сами забанили, то им будет неприятно. Хочется также отметить то, что вот баны Веги, они, на самом деле, фантастические, потому что они показывают, что им необходимо. Кстати, вот Даззл хороший, ну, почти топовый выбор из всего того, что осталось. Они банят Винтер Виверном. Винтер Виверном настолько была имбой на протяжении всего турнира, что я, на самом деле, удивлен, что даже Нави ее не фирспикует, потому что, ну, герой... Ну, вот, я не знаю. Вот Винтер Виверном, короче, конечно, очень крутой герой, но если против тебя имеются хорошие дамаги, которые бьют тебя физой, то есть, как бы, против нормальных, толковых, прыгучих, например, какого-то грубо варианте мага, на кэрри, квапы в миде и нормальные трепы в оффлейне, ну, она вообще ничего не делает. Ну, да, ты прав. Да, все стоит ждать, пока противник наберет себе удода 5 на 5, и можно уже будет зажигать. Ну, типа, да, если вот против герокоптера, она хороша, она очень хороша против герокоптера, но против герокоптера с чем-то еще. Вот дазл, дизраптер, ну, короче, хороший бан. Вега сделали этот бан, видимо, на что-то рассчитывая. Да, мне вот еще нравятся баны Нави, они забрали бестмастера и сразу забрали Андрюшу, а забанили Андрюшу, то есть у нас минус Дарксир, минус Клокверк, и вот теперь... Вот, вот, знаешь, что делать. И вот теперь им нужно будет подумать, кого же... И сами забрали бестмастер. Слушай, ну... Нет! Нет, пожалуйста! Нави 2. Нет! Ты прав. Это, на самом деле, очень жесткий герой, но есть одна вещь, то есть Андрюша, если сравнить его старшей игрой в Доту, он похож как на меня, то есть он почти персионер, скоро мы с ним увидимся. На пенсии, да? Люди-аналитики, да, и будем считать свои пенсии, потому что Нюкс — это герой задротов, то есть тебе нужно попадать станом, тебе нужно вовремя прожимать карапаси, тебе нужно все много чего сделать, и учитывая то, что Андрюша у нас там, ну, болеет, у нее температура... Ты посмотри, посмотри, статистика. Остается только молиться на... Одна, один матч, 100% видрейта, один килл, 10 смертей. Да, то есть остается только молиться на Андрюша, что он в этой игре покажет мастер-класс, и никак иначе. Да, будем надеяться, что не будет сегодня таких жестких файлов, как было вчера. Вчера Андрей фейлил очень по-крупному, они ту игру выиграли. Они ту игру выиграли, за это им честь и хвала огромная, но все равно вчера было сыграно плохо. И вообще Никс, герой, слишком ситуационный, как по мне. Я согласен, то есть он работает хорошо, когда у тебя начинает идти партизанская война, но мы видим, что тут уже Нави ударились в лобовую, а в лобовых столкновениях он очень слаб. Да, он, ну, в принципе, не особо... Шейкер опять для Санейка, ну, либо для арт-стайла при Апариже, не для Санейка. Да, ну и остался последний герой для Александра Юрича, что же это будет? Вообще все, что угодно, то есть там в пуле миллион героев. Это может быть и Вивер, потому что, грубо говоря, станок пока мало. То есть он играл им хорошо, я бы на месте веки, кстати, банил Вивера, поскольку хвост он тащил. Да, Наик, кстати, заходил неплохо, потому что ты жмешь Рэйдж, и тебя вообще ни один герой не останавливает. Ты залазишь в Квапу и попрыгали, ты залазишь в Шейкеров, Битсмастера, которые вынесли, блин, ну, тут хороший был герой. А Вивер? А Вивер это идея. Ну, это может остаться, да. Ну, и после этого там еще есть Луны, Джиггернаут, кстати, Джиггернаут тоже более-менее. То есть много чего хорошо заходит для Нави, потому что у них, грубо говоря, чуть ли не идеально. Есть станы, есть контроль, есть замес 5 на 5, есть лейтгейм потенциал, поэтому у них ласпик, они сейчас должны царить им. И единственное, что осталось забанить, я так понимаю, это мидеры. Единственное, кто их напрягает, если так вздуматься, это какой-то, наверное, Шадоу Финд. Да, SF очень плохо, действительно. А по поводу там разного Шторма, Пака, я не думаю, что это будет проблема для Нави огромная, Шторм Пак. Поэтому, скорее всего, надо банить Шадоу Финда и забирать либо, либо Вивера, либо Джиггернаут. Мне очень нравится в этой игре Джиггернаут почему-то, хотя это, опять-таки, тот самый билишный, представитель. Ну, а почти неуязвим, то есть, если так подумать, да, вот для Нави, то есть, он нажмет свою крутилку, и 4 героя на него смотрят. Потом он может прыгнуть с ульты, и 4 героя на него смотрят. Кстати, забанили, опять я проиграл каждый раз, когда я говорю, что SF хорошо заходит, банит ДК. Каждый раз, когда я говорю, что ДК хорошо заходит, заходит, банит SF. Ну, в принципе, они оба, типа, они оба мидеры, оба дамагеры, естественно, выполняют одну и ту же функцию. Единственное, что плюс у ДК, да, но он толстоват, то есть, если на него бисмастер накричит, есть шанс, что он выживет. Ну, да, если накричить на SF, то после квапы Шейкера и Апаришина ты точно не будешь. Кстати, Апаришин, который отключает до зла, не забываем тоже про эту тему, как бы неплохо. SF! Ну, в принципе, я считаю, что было бы наоборот, если бы забанили SF. Ну, да, да, да. Ну, и вот теперь остался кэр для Нави. Ну, сейчас, по-моему, единственное, что опасно, это если Вега придет к ним триплой, поэтому Джигернау может быть немножко опасным, но понимаем, что Сашку не останавливает. Сашку никогда вообще не останавливает. Что Сашку может остановить? Ну, тут очень читаемая, последняя, конечно, часть пиков, и баны, и пики, и очень очевидные герои. Опять-таки, NoOne, который на этом SF сыграл секстильярт-игры, из них половина на этом турнире, и все их повыигрывал. Хвост со своим Джигернаутом, понятное дело. Ну, вообще, очень хороший пик и там, и там, но пик у Нави мне нравится немножко больше. Мне тоже, потому что у них нереальный прокаст, ну и вообще такая наша скилл-шот-комбинация, то есть они являются инициаторами в этой игре. Ну, я не совсем понимаю, опять-таки, что будет делать с Джаггером, ну, то есть вот если все хорошо пойдет, то есть если на ранних лвлах, да, что-то там Соло с Семой придумают, возможно, дела пойдут, но когда Хвост побежит уже по-серьезному... Можно добавить то, что Хвост побежит, и за Хвостом будет стоять четыре нереальных нюкера, которые будут убивать просто всю команду, поэтому Нави однозначно фавориты в этой игре. Да, у Нави шикарная АОЕ, при том, что у Vegas АОЕ немножко проблемы, то есть как бы, да, есть Kinetic Field, есть Ultimate SF с ультом Джигернаут, с ультом Гирокоптер, это все, и это все может там только в одну точку быть за кастом, но у Нави, у Нави, конечно, попроще. Ну, пока, кстати, мы с тобой угадали два выигрышных пика, которые доминировали, то есть что в первой игре, что в первой игре, все-таки... Ну да, но это было слишком очевидно, что первая, что вторая. Но все-таки пики, они очень решают в этом турнире, мы видим, что тот, кто пик, и тот единый. В этом патче решает, в этой мете, да, действительно, так мы смотрим целую квалификацию. Очень редко бывает, что команда, которая напикала откровенной ереси, выигрывает. Ну, разве что Дрэд Эсбэк почти выиграл. Это да, Сурсой Джаггера. Ой. Ну, такое. Что, пошел Санэйка на хайграунд отгонять отсюда Мага, Мага, которого, посмотрим, сколько игр Каспера. Смотри, какой фанат Каспера, Маг. 303 игры Каспера посмотрел просто. Маг задрот. Просто фанат Каспера. Я тоже уже начинаю потихонечку смотреть Каспера. Все игры Каспера просто. Так, Артстайл играет на Парижне, Дэнди играет на Квин оф Пейн, Медовой Санэйка играет на Суппорт Шейкере. Ну и понятное дело, что Джаггернаут это товарищ Хвуф в сложной, фаник на Бейсмастере. Увек, Сема Дослеер на Дазли, Соло Дизраптор на 1SF, Маг на Никс Ассасин и Я Паша. Я играю. Я сами знаете что, да, на Гирокоптере. Я Паша. Ну, вообще, я считаю, что этот эфир должен быть честным. Мы как честные люди, как честные комментаторы. Если человека никнейм Я Паша Ябашу, значит, надо так его и называть. Нет, вообще, ну, ладно, мы много не будем, мы раза два только можем сказать и все. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что отрицательные слова лучше не говорить, потому что вода, следовательно, нужно говорить только хорошее, поэтому мы стараемся. Не, нас смотрит очень много неокрепших умов, скажем так. Да, у меня даже было так, что я, допустим, стримил, я начал ругаться матом, и мама выключила компьютер своему сыну. Вот, видишь? Мы потеряли зрителя, следовательно. Вот, вот, вот. Надо стараться. Это плохо. А зритель потерял возможность посмотреть. А многие люди, у которых там ходят мамы, естественно, всем привет, то они знают, что они как нован сейчас могут просто затащить и поехать на интернешнл. Поэтому все молодые таланты продолжайте развиваться и стараться. Все, видишь, все выходит в круг. Вывод, стоп, в чем? Не матюкаешься и ходишь на интернешнл. Все жутко просто. Да, всем огромный привет. Привет, во-первых, конечно же, во-первых, очень много вас смотрит, нас во всех деревнях и городах, во всей России, Украине, Беларуси, Казахстане, да и во всем мире. Огромное вас количество нас смотрит. Всем огромное спасибо, что вы нас смотрите. Я знаю, нас смотрят и на попстомпах, и в барах, и в ресторанчиках, и дома, и в общагах, и на улице. Нас смотрят в одном чудесном месте на берегу Днепра, вот здесь, в Киеве. Вам тоже огромный привет всем, кто нас смотрит. Смотрит там и ждет нас. Мы скоро приедем, я надеюсь. Поехали. Да, что мы в итоге видим? Я на самом деле боялся. Я очень боялся одной простой вещи, то, что не начнут наказывать за двух миличников на Харлине. Мы видим то, что Акбар в очередной раз у нас охотится за курой, и Новаан на самом деле не реагирует. Боже мой, если он убьет, это будет что-то из раздела фантастики. Смотри, байт. Сема, Сема идет. Сема идет. Защитил Куру. А, слушай, он его увидел вообще там? Нет, он спрятался. Он его не увидел. Блин, он же за дерево встал вот сюда. А, сейчас Курица просто на возвратке. Сильный, сильный, сильный. Ничего не скажешь. Сема, Слэр такой эквалирует. Ну, в общем, не наказывает нас за наглость. То есть мы видим то, что Джаггернаут у нас пошел в Хард. При этом мы также все прекрасно понимаем то, что Шейкер – это не самый лучший сухор для того, чтобы разбивать лица. И оставив Солоню к Саню. Кстати, здесь, ну, на самом деле, очень легко пинать. Слушай, а не умрет ли он сейчас? Может быть. Он, кстати, не взял Карапаси, что довольно-таки странно. А, тут Санейко тотем качал. Да, он... Ну, он курицу хотел убивать все-таки. Поторопился немножко, и в итоге Маку спасается. Да, да, да. Ну, отогнали Мага отсюда. Мак копнул. Опять-таки, Мак второй лаву сейчас получится. Скоро будет у него Спайк Карапаси. Идет его с Санейко гонять просто. Ну, вот в итоге Вега, они упустили свой шанс для того, чтобы пойти и убить. Потому что всем прекрасно понимаем, что Гирокоптер, и учитывая то, что тут еще два анжа, Дазл и Дезератор, они могли вообще разбить Чи, Нави на Харлине. Но пока мы видим то, что Нави они за счет этого слегка лидируют. И в итоге идет фрифарм. Плюс Фанику очень тяжело махаться с тем же Дезератором, потому что, как мы видим, он просто его кайтит. Даже несмотря на то, что у тебя есть сапог, но пока мы понимаем, он, этот сапог у него не делает ничего. То есть вот будет щиток, он мог спокойно бы набрасываться на соло, делать разными птычками, и тогда бы уже соло убегал. Но сейчас мы видим то, что абсолютный фрифарм, Паши. Да, Сема тем временем в миде, мы видим, помогает активно очень NoOne. Он сделал уже трипл стак вот здесь. Понятно, это дело NoOne, потом это дело зафармит на пятом левеле, либо там на шестом, седьмом. Это огромный плюс. Ну и надо тоже понимать, что Даззла нету, что Даззл где-то вот там. Но получается очень все спокойно, потому что на сложной Фаника гоняют. Маг хотя бы поближе держится, потому что Артстайл тут только начал пулить. Ну и особо Санейк-то ничего ему сделать не может. Но Санейк появился второй левел, то есть есть уже фиссура, можно кого-то закрывать. Можно на кого-то нападать. Да, мне тут нравится то, что делает Сема, на самом деле. Он прекрасно расставил приоритеты. Он понимает, он прекрасно понимает то, что снижу он пулы, ну если что, сможет сделать один из солдичь, если вдруг для этого будет. И пока полностью прикрывает СФ. Учитывая то, что вот этот шекер, он в любой момент, мы знаем то, что СФ это существо хрупкое. И как хорошо они по преимуществам нужно ему жить, поэтому он, грубо говоря, делает две вещи. То есть СФ у нас на фрифарме и при этом еще просто нереальное количество стаков. Да, СФ, конечно, будет очень хорошо потом, когда он это делает, зафармит, и я не вижу каких-либо вариантов, как нами могут ему помешать это сделать. Так, Арт Стайлсон заходит на мага. У мага могут быть проблемы? Нет, все-таки вовремя возвращается отсюда Андрей. Есть у него карапейс, есть у него подкоп, так что поймать его тяжело здесь. Ну, Андрей хорош, вот в отличие от Фаника, который стоит и терпит на хардлине, он до сих пор первого левела, и мы видим то, что Кокспей его не подпускает, он на самом деле держит на себе аж двух садов, и уже второй левел, что на самом деле похвально. Поэтому пока у нас вега вот за счет своего лайнапа, ну, линия немножечко лидирует. И это пока еще СФ не зашел. Интересно, получится ли у Сему сделать четвертый стак, потому что это уже немножко сложновато. Тут и так очень много переходов. Это сюда надо уводить для четвертого, но я думаю, вряд ли выйдет, но хотя все, может быть, надо кентавра ударить. Сверху нападение на мага, подходит сюда арстая, начинает хвост его бить, и маг немножко встрял, в итоге, браво, ферзбот. Ну, опять-таки, All Glory to Sunnake, отличная фиссура, перекрывает с собой проход, не может маг пробежать. Какой-то его вины здесь, наверное, нету, подставился, подставился, опять-таки, третий левел, там, он до этого взял, ПБ забирает хвост. Это, наверное, плохо, это единственное, что плохо в этом моменте. Да, еще можно добавить, что у него была очень выгодная позиция, он мог немножечко подождать под тавером, пока шла огромная пачка хрипов, но он не выдержал и решил сыграть на глаз, за что его и наказали. Да, ну, матким временем третий левел получит. В центре нападения у нас на Дэндика, вот уже на One, люди нападают друг на друга, в итоге Сема помогает, и мы видим, что он One, он почти умирает, но Сема его спасает. Да, тут Дэнди уже до конца стоял, он понимал, что у него буквально через секунду от кулдаунится скрим, очень-очень битый, но One, он не знал, есть ли у Сема нет, он знал, что у Сема нет, у Грейва, он понимал, что второй левел, что там есть поезонтач, там есть только хилс, но нет, у Грейва, мы видим, отправляется домой, он не может фармить стаки, у него нет маны, у него нет ХП, и подменяет его Сема просто в миде. А Дэнди уже шестой левел, у Дэнди есть уже Суник Вейв, и можно, можно уже попробовать маг, тем временем уже взял четвертый левел маг. Ну, пока чувствует себя хорошо. Вот, на самом деле, аппарат, можно сказать, тоже смело, что он не самый лучший герой для того, чтобы гонить на Униксап, потому что, да, ты его харассишь через Челинг Тауч, но при этом у Униксапа нереальное количество регена, мы видим 3,2 родного, поэтому он его почти не пробивает, здесь нужен шекер. А шекер у нас ушел, кстати, ушел. Шекер настолько лютый, что он просто с ТПшек на линии летает, настолько богатый саппорт шекер. Есть у Дэнди, хочет забрать у нас либо Сема, либо Нувана, очень хочет быть полезным в этом моменте, и вот сейчас ставит лейнвар, чтобы контролировать дазла. Теперь, если дазл делать стаки, вот можно попробовать Нувана подловить, но Нуван секуин хитрый, он все прекрасно читает и просто уходит на фарм. И вот он, тетвери полстак здесь стоит, который сейчас отправится. Вот, боже, что это было, Нуван, братан. Вот это да, первый койл прям тимека где-то рядом, и им очень-очень сильно пахнет. Да, ну 200 голды сюда подошел Нуван, уйдет он отсюда, имея голды, наверное, 700, то и больше. Мы ним фармить, конечно, здесь в лесу очень приятно, да, больше. Даже 800 голды на ровном месте получает Нуван, и понятное дело, что Дэнди этих 800 голды фармить надо очень-очень долго. Дэнди пошел, а сказать, кстати, Нувана, вот он сейчас понимает, что за эти стаки нужно наказывать, но Нуван его опередил, и в итоге Дэнди у нас немножко позади. Ну вот все, мы в лесах, тут вот стоит вардец, видит хорошо Дэнди, Дэнди очень наглый, но отрывает Дэнди отсюда. Ой, Андрей Макчий Пенка, что ж такое, Андрюха не попадает под копом здесь на Никсе Мак. Так, то, о чем мы врели, то, о чем мы врели, не его, это герой. Мы знаем, насколько хорошо Андрей умеет играть на разнообразных героях, насколько хорошо у него получается. Возвращают Фанника, в итоге начинают его убивать. Есть кабан, который работал ноги до конца, у Даги он погиб, подходит сюда Сонейка, и Фанника спасли. И еще можно забрать Солча, да, кстати, потрясающий размен продемонстрировал Фанник. Вот это как-то, ну, Фанник убежал изначально сюда, очень правильно взял, потом в нужный момент развернулся, с кабаном хорошо поконтролил, ну и в итоге, в итоге 2-0. Красивая игра. Да, пока Нави отрабатывает довольно четко. Да, в принципе, все, что надо делать, Вега делает. СФ формит свои леса. Никс получает левел, скоро будет у него 6-й, перемещается паром на топ. Кто-то летит, кто-то летит, это Асолыч. Будут пытаться убить Артстайла. Артстайл левел 4, пока здесь на линии его оставил хвост, чтобы Артстайл взял 6-й левел и помогал. Айс Бластом, собственно, по всей карте, и это шанс для команды Вега Сквадрон. Можно постараться здесь пануть Артстайла. Как только Ваня слишком далеко зайдет, можно копнуть его, попробовать убить. Да что, давай. Вот напали, будет Глимс. Глимс вообще будет, Глимс даже не нужен, Артстайл подставляется, Артстайл, замерз маг, и вот он Глимс только сейчас, и это минус Артстайл. Все очень четко, и все очень правильно делают ребята из Вега, шансов у Артстайла выжить здесь не было никаких. Вы выбрали просто потрясающий тайминг, мы все прекрасно знаем, что здесь ставят свои варды, они ставят с первой минуты игры, в итоге они пропали, и Солыч напал вот именно тогда, когда вард упал. И Артстайл теперь понял, что нужно свой вижен возобновлять. Да, 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 потому что если бы тут был вижен, поэтому ничего бы не произошло, в итоге Артстайл не взял. Мало того, что шестой левел, да кой-ой-ой, хвост побежал с магом до конца, отрезает Санейка, и это минус маг. Как нагло играет Санейка, и хвост тоже бежал, маг уже понимал, что что-то здесь не так. И тут же Смоук, Санейка и Дэнди. Мне Санейка пока очень нравится на этом шейкере. Он пока на самом деле забажил, то есть фактически большую часть киллоп сделал он, и при этом он делает, ну, очень много движухи, вот сейчас можно наказать Дазла. Ну, ждут его на хайграунде, покричали и очень быстро убили. Не дали даже возможности бросить на себя Грейв, и это первый факт для Дэнди. Ну, и сейчас получается такая ситуация, что отправляет в леса опять Ноуана. Ноуан, ну, для него это, конечно, огромный плюс и честь. У него 4 500 нетворса, и он продолжает этот нетворс повышать с помощью лесных стаков, ну, а где же еще? Но, можно сказать, что на трех линиях у нас ведут дела довольно хорошо. Да, если я понимаю, то, в принципе, у всех ребят идут дела свои хорошие, единственное, кого у нас забирает, это, как правило, саппортов или харлайнеров, но это их задача, им нужно впитывать. И в итоге вот мне нравится, как демонстрируют себя кэри, то есть что Нууан у нас периодически уходит в лес, оставляя линию для всего, который должен получить 6 левел, что и хвост мы видим, да? Он просто убежал фармить лес, оставляя весь, ну, всю линию для артстайла. И вот этим пользуется маг. Маг понимает, что джаггернаут ушел в лес, он где-то очень далеко, поэтому у нас образуется просто фрилайн, и на самом деле это, ну, уже такой легкий минус, потому что нюксу давать фаст левел нельзя. Полетел ультимейт аппарата вниз, и это будет первая попытка убить кого-то с ультимейтом аппарата. Посмотрим, куда целится. Целится, наверное, прямо сюда в гирокоптер, а гирокоптера, а нечем остановить, нету роура. Нету, к сожалению, роура, и вот он просто ультимейт аппарата, который залетает просто непонятно куда. На топе Дэнди на мага, накричал, карпейс, маг, нету 6-го, пытается уйти, будет ли даггер, будет ли пытка сделать тп от мага, маг, копает, нет, не дадут тебе уйти здесь Андрей. Дэнди, килинг спрей. Очевидный был выход такой, нету 6-го левела по-прежнему у оффлейнеров, это, конечно, плохо для мага и для фаника, но для мага мы видим похуже, потому что фаник хотя бы не умирал трижды. Мы видим, да, фаник, на самом деле, чем хорош, тот же бейсмастер хардовый, он постоянно отправляет птицы на скалаты, поэтому такого, что его можно обойти и забрать, это почти нереально. Он держит дистанцию и кабанами плюс своими топорами защищает свой тап, а я не участвую от ульта. Кабанчик также забирает на себя крипа, и, по-моему, веге лучше всего, ну, отступить, сыграть аккуратно. Ну, да, мы видим, несмотря на то, что два хор-героя здесь, никто фактически не дефит, уже тяжело, но есть мека. Есть мека, он на улана на девятом минуте, Дэнди продолжает избивать, гейнет, рассем, он убивает, и опять-таки вместе с Санейко. Ну, и вот Фаник пытается топорами дефит, это Тавер, и получается, это, в принципе, у него, вот, опять-таки, вынуждены отсюда убежать. Во время следующего захода будет, опять-таки, ультимейт Паришина, ну, и Санейко здесь-то уже в инвизии бежит сюда. Вард у веги стоит, поэтому я не знаю, что Санейко здесь, и ни в коем случае не стоит наглеть, у него уже шестой левел. Он садануть так, что мало не покажется. Ну, вот, ждет Санейко, будет ли в соло убивать Солыча. Солыча, Солыч подходит еще к крипам ультаппарата, и это минус Соло. Потрясающая игра от этого саппорта, что он творит? Да, это просто что-то невероятное вообще. Вернуть его никто не может, он просто убегает, и подбежал сюда Паша, который чуть-чуть ушел буквально в лес вместе с Нуваном, и тут же минус на линии. Да, этот шейкер, это прям что-то с чем-то. Да, я на самом деле удивлен, что у нас пока вега, они очень такой, как-то, ну, нагло стараются пропушить. То есть, все мы прекрасно понимаем, что, в принципе, эти герои не пушатся. Ты подходишь, ты получаешь себе нереальный прокаст, и единственное, что тебе остается делать, это просто поехать на блэкинг бары. Ну, потому что, по-моему, без них здесь драться нереально. И при этом вам только нужны силы, потому что, если ульта в Нувана подходит сюда тендик, фиссура и шейкер не попала, и в итоге СФ дает жару на развороте. Да, но тут не достал Санейка, если бы Санейка достал, то был бы стопроцентный фраг, но вы выживает. Вот как раз 200 хп остается, слушай, до финда, от ультил в ответ, ну, в любом случае, вот, этот ботан надоел. Он рекламирует, он рекламирует что-то там. Ну, мы попросим, наверное, у админов, чтобы предприняли меры. Рекламирует своими. Хвост возвращает? Нет. Хвост почти вернулся. Вот проблемы огромные у Солыча, получает он даггер в лицо, у него, правда, хоста, дэнди, не знает, куда блинковаться и стоит ли. Все-таки второй блинк, на то, кого на вине убьют. А на то время минус артстайл, а Андрей Марчепенко отвечает на все обиды, которые были ему западеть. И, в принципе, все неплохо, несмотря на три смерти. Опять-таки, вот эти вот все 1, 7, 2, 7, это, ну, это тысячи голды, это вообще ничто. Это суппорты, да, суппорты, которые там третий, четвертый левел, из-за них ты, на самом деле, немного получаешь. И вот Na'Vi, они на этом не останавливаются. Na'Vi просто нереальный лайнап, то есть у них просто потрясающий ДПС за счет костов, поэтому нужно продолжать развлекать. Вега из-за того, что сейчас разделилась вот на верх, центр и низ, они под ударом. В итоге Na'Vi со своим бисмастером могут творить дела великие. Вот единственное, что останавливает, это тот парт, который стоит. Ждут аппарата. Аппарат у нас на базе, точнее, сейчас будет кидать кодимейт сверху. Он летит. Ну, Ваня, конечно, по всей карте сейчас разбрасывает так, как надо. Хвост фармитэйн, что-то с момом. Ну, игра жутко спокойная, если сравнивать его с прошлой. Жутко спокойная с точки зрения Веги. Вот Вега, в принципе, активно не делает ничего. Вот только первое, что будет, это убийство паника. Вот они забежали в смоке и убили паника. Обошли в арт. Это, в принципе, первый мув. Но есть еще второй мув. То есть мы видим то, что артстайл стоит сверху, против него Андрюша на нюксе. И Ванек понимает то, что Мидасик, ему, скорее всего, еще долго придется фармить. С такими темпами. Ну, есть у него рецепт на Мидас. Сразу купил себе, принес. Он имеет больше ничего у Вани нету. Есть только рецепт на Мидас. Есть такой товарищ. Шейкер, который у нас баздит всю карту, вряд ли тут будет быстро выносить. У него есть, собственно, Soul Rinky Tranquilla. То есть вечное моно, вечное хп фактически. Ну, вот, по-моему, сейчас уже, даже несмотря на то, что Нави у нас делают вот свои мувы, по-моему, их вега раскусили. То есть вега уже не показывается снизу. Вот разве что сейчас Гирокоп к кулдауну Ваня Арстрайл закидывает свои эс-бласты. И они понимают то, что лучше всего, раз уж на тебя нападают снизу, то попробуют сделать вылылку сверху. Поскольку здесь у нас стоят сладенькие. Удивительно то, что хвост не гангует. То есть хвост у нас по-прежнему продолжает выкачивать свой лес. И нужно, ну, совершить хоть что-то. Вот мы видим Солыч уже в атаке. Телепорирует Шейкер, понимая, что нужен сейв. Теперь главное не палиться и заманить нюкса в инвизе под Ванька. Есть ли просветка какая-то? Да, есть Даст, есть Вард. Вот он магн, попадает стайла и должен отрезать. Ну, очень, очень медленно реагирует Санейка. Он попытается еще догнать и ультануть. Но вот раз в одного соло, Дэнди забирает одного, хвост забирает второго. Ну, в принципе, все хорошо. Соло там не забыли про него? Нет, не забыли. Хвост дабл кейл. Ну, байт получился на самом деле шикарным. То есть, по-моему, Ванька отдавали уже специально, учитывая то, что у него последний нетвор в своей команде. И спокойно всех забрали. То есть, вот это вот, это то, чего не хватало. У Ванька было 410 олды. Он очень недоволен. Он на свою команду просто должен матюками кричать, что же вы сделали. Я думаю, ему ТП должны купить после такого. Да, да, чтобы он вернулся на линию. Тут, кстати, у хвоста есть целых два, которые летят к нему, чтобы Ваня, не дай бог, их не забрал. И в итоге Ваня пешком, в итоге Ваня вынужден просто пешком идти по ходу в вражеский лес и впитывать ему опасно. Да, 320 копеек у него есть. Нужно все-таки докупить этот хэнд Мидас. Прекрасно это понимает, что надо ему его добрать. Ну, вот, короче, на ней не хватало того самого игрока, который будет создавать его спейс. То есть, все мы прекрасно знаем то, что в свое время с Купеем, который также у нас убил по строте, ребята, так я иду, умираю, а вы их убейте. То, что СМОУ делает у нас Иваня вот в этой игре, провоцируя оппонентов. И пока получается... Смоук, 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 видит хвоста. Как хвост успевает раскрутиться, ТПА делает и потрачен никуда этот смоук. Да, но мы видим, что сколько там, 27-летняя или 26-летняя реакция хвоста побеждает реакцию соло в этом моменте. И других ребят. Да, не стареет хвост, не стареет, скажем так. Может, он... На интернешнл хочет? Я задумался на эту тему, думаю, зачем же... Я так серьезно на этом турнире. Неужели он хочет на интернешнл? И у нас гирокоптер сейчас может быть, да? Орет на него фаник. И это минус. Аша. Трендинг мегакилл. Это потрясающая реакция вообще от всех команд. То есть это контр-действие, где мы видели, что сверху у них не сдалось. Где может быть у нас гирокоптер, которого с командой нет? Естественно, во вражеском усу. И в итоге все окупается. Да, и хвост будет забирать сейчас первую вышку для себя. Ух ты ж, ешкин ты ж, кот. Да, причем ДПС у них так немножко поболее. То есть если мы увидим, что сверху Солочь во всескоре... Так, в мине, в мине, извини. Маг пытается загнать здесь сам ЭК. Хотя тут непонятно еще кого загнали. И от минус Маг. Чего он без Виндетта-то бегает? Я не знаю. Андрюша? Не, он Виндетта, он зашел. Ну, то есть он бегал в конце. В конце зашел уже, да. Да. Но с размен Т1 на Т1 произошел... Ну, блин. Короче, Вега... Мне не нравится, как Вега играет в эту игру. Ну, я согласен, да. Потому что на Ави начинает потихонечку лидировать. Учитывая то, что на их стороне Рошан, Бисмастер, Джиггернаун, то Фиди здесь никаким образом нельзя. Потому что ничего себе они уже идут на этого Рошан. Ты посмотри, что творит. Да, у Дэнди уже БКБ. Мидасу отстаяла. У хвоста Яша. И сейчас будет Аегис. Шейкер с такими темпами еще и Даггер купит. Не еще, а он ее реально купит. Хвоста на туре Сия уже готова. А не просто Яша. У Шейкера после этого Рошана будет полторы тысячи. И с той стороны мы смотрим у Соло восьмой левел. Урн очень собрано. Ну и единственные нормальные новости своей команде может сообщить Ноуан на СФ, который купил БКБ. У всех остальных жуть, тоска, печаль, беда. Ну вот на самом деле на месте Ноуана он молодец, что купил БКБ. Но я вот думаю, так ли вообще нужна ему Мека? То есть у тебя есть дазл, который тебя будет захиливать. Нет, ему Мека вообще не нужна здесь. Да, здесь аппарат, который постоянно будет кидать себе тиммейтами. И ты не сможешь это задоджить, потому что есть бессмонтер-шекер, который тебя фиксирует. Поэтому у Айттилд он пока оставляет вопросы для своей команды. Ну он, значит, по скрипту. По скрипту. Не надо так делать, тут нужен Юл. Да, молодой парень, который пока учится. Думаю, что он там со временем разберется. Кстати, Глеба очень сильно загнобили в самом начале. Но как мы видим, есть Блинднагер, который перед прошлой смертью. У него есть тысячи голды, есть Белл, есть Белл в Giant Ranch. То есть выход в третий Некра скоро будет оформлен. Третий Некра это опять-таки мастхев здесь против Некра, да против всех этого. Шикарный набор будет с этими Некрономиконами, будет проблема. Но и Санейко скоро вынесет свой даггер. Боже, какую игру играет Санейко? 1.09. 1.09. Жесткий. Жесткий. Я пока посмотрю, Саша начинает набирать кондицию. А все прекрасно понимаем, что Саша, который собирает Санжи, Яшу и прочие танковые артефакты, он начнет бегать и карту будет просто не остановить. Учитывая то, что здесь пока герой не таки опасен, он начинает... Потому что он у него просто забежит и убьет. Он его убил, кстати? Или не убил? Он убил бы. 1300 хп, учитывая, что Джаггер у него 100 левел, ему бы там был конец. У кого парты, что в конце. Саша начинает насырать аккуратно. Ну, все-таки матч, говорят, важный. А и призовые чуть-чуть подросли. Немножечко. У нас сколько там, 1, 0, 3, 0, 9, 0, 4, 4, да? 10 миллионов 309 тысяч долларов, так. Обычно у нас там 300 тысяч долларов, это дофига, а это 300 тысяч долларов и еще 10 миллионов сверху, всего-то, навсего. И пошли, кстати, пошли, вот он начинает моментально реализовывать. А Эгис есть, надо что-то делать. На месте Вега, если они так стоят, то им нужно драться за Т1 моментально, потому что когда ты начинаешь сплитпушить, вот мы видим, там, снизу чутка подпушены, сверху, это не вариант. Нави таким образом заберут нас Т1, потом они заберут Т2, потом пойдут заберут другие ТВ-РА, и Вега вообще не дадут ответ. Вот это вот преимущество, которое мы сейчас имеем, это 4000 голды, 4000 экспы, это еще не сильно критично. Да, это одна драка фактически. Ты можешь совершить камбэк, но если вот сейчас давать без боя и ничего в ответ не забирать, то будет тяжко. Ну, мы видим, что хвост заходит, уже начинает фармить чужих хэнш, там снизу начал сплитпушить, у нас No1 на SF хоть что-то начал делать, на Санжин Яша он будет выходить. Ну, других, понятно, здесь не вижу, может быть, конечно, Монта, но я жутко в этом сомневаюсь, что он будет здесь собирать Монту. Я думаю, он будет паковаться максимально в ХП, потому что это самое важное. Здесь надо жить. Да, Монта мы все прекрасно знаем, что Клопа, Шейкер, они радуются, когда там больше таргетов для драки. Так, что у нас собирает Андрюша? Андрюша пока копит 2000, я так понимаю, это будет блинг. Он теперь чувствует, что Дезраптора он вообще не сможет синициировать, поскольку здесь очень, ну, есть БКБ, есть вертушка гернаута, поэтому так врага не подцепишь, увы. И пошли у нас на центр. Моментально перетягивается Фаник, он понимает, что тавара вообще ни в коем образом нельзя отдавать, поэтому нужно, ну, использовать свою мобильность. Блингдаггер, ты будешь моментально наверх перетягиваться. И Вега пошли. Ну, ты посмотри, вторую игру подряд Нави действует с точки зрения, что мы не отдадим вам ни одного тавра в игре. Очень сильно они переживают и борются со свои тавара. Но вот тут у вас там могут быть проблемы. Вот пока еще не собрал себе БКБ. Вот, кстати, собирает себе БКБ, вот это стоит тоже отметить. Это идеальный вообще билд против такого, где большая часть ДПСа это магия. Тут, в принципе, с магией бьют все. Ты знаешь, такой захуб для Бернига, где он показал, что ты делаешь? Ты просто идешь в вертушки в первое время, потом прыгаешь с ульта, а после этого нажимаешь БКБ. И это просто где-то почти там 10-15 секунд неюзвимости. Нагло, нагло идет ломать тавер, он что-нибудь снизу, снизу. Дэнди видит Ноуана, даггер в него, Фаник ждет до конца. Будет ли орать Фаник на Ноуана? Нет. Ноуан тоже отменяет. Слушай, такие, ну, кстати, и Дэнди отбегает, Дэнди на хосте, Ноуан, кстати, стягивается, много людей сюда, это может быть неплохой байт. И Дэнди уворачивается. На БКБ развели, на ульт развели, топ-опушили, трех игроков стянули, забили. Нави молодцы. Я, на самом деле, не ожидал, что они будут тратить вот так вот, но привидно, что как команда прибавляет по ходу. Это же Глеб. Он в 99 случаях, он бы наорал бы на этого СФа и все. И пошел бы его пинать с Наидим, с мастером левел 8. 11, извините, но... Кстати, у Глебки уже 2 300. И это уже первые некрономиконы, как бы. Да, я могу на самом деле заявить, что парень, несмотря на то, что его гоняли там очень плотно, мы видим, что по Нетворсу он уже потихонечку гоняет Акашу, и на самом деле Глеб делает фантастическую игру на бисмастере. Да, мы видим то, что не так много киллов, буквально в трех киллах он посетил, но за то, как много он делает своими птицами и кабаном. Он просто пока освещает всю территорию противника. Да, отличная пока игра. Вообще, я не знаю, у меня какой-то странный матч. Я не знаю, может, это я под эмоциями. Ну, я не... Я же, если бы я сильно хотел, я не могу никого из игроков набить, погнобить. Да, необычно. Просто некого. По Виге, да, по Виге есть претензии, можно прицепиться к Андрею, много нафидил уже. Смог, 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 смог. Очень важный, может быть, смог. Если они кого-то поймают долго. Что же так долго думаете, ребята? Нашли Паша? Паша погибает в времени. Может, хвост забить на него, его копают. У хвоста есть БКБ. Магу надо быть очень осторожным, потому что могут быть у него... Да, Маг здесь тоже... Куда ты летишь, хвост, все, передумал, хвост летит, все, абсолютно верно. Избивает хвост. Мага пытается засейвить. Тут Санейка пытается тоже убить. Вот она, Квапа, это уже минус 2. Квапа убьет Мага. Соло будет умирать скорее всего от хвоста. И это минус 4 должно быть. Вот он, Соло. Пытается уйти. Хвост, конечно, таких не допускает. Смотрим на Мага, Маг все-таки ушел в Вендетте. Ну, как мы видим, в замесе сейчас на ней не остановить. То есть у нас моментально вырубили гирокоптеры. В итоге я не понимаю, почему Вега пошли дальше драться. То есть было видно, что Даззл, Дизраптор и Нюкс, они вообще ничего Джаггеру не сделали. Он нажмет БКБ и сделает минус 3. В итоге они пошли. И сам Саша даже нажал БКБ, потом был, а не сделает, слушай. Нет, Саша начал делать типа аут, и буквально полсекунды у него. Может быть, это был байт. Блин, пацаны, что я вообще делал? Может быть, это был байт, чтобы враг был. Ну да, может быть. Кстати, тоже идея такая. Ну, вообще, Na'Vi опять исполняет все очень хорошо и качественно. Вовремя оказывается Dendy. Не было там FANIC на бестмастере. FANIC уже первый не экран оформил. У него до вторых осталось 400 калды. FANIC медленно, кабанами, пушит линию. Боже, насколько осторожно играет Na'Vi. Вот говорил на аналитике Gablac, Арту, да, что менеджера, по сути, как такого нету сейчас у Na'Vi состава. Но есть G, который работает с каэсерами в очень другое время. То это очень хороший психолог. Возможно, он действительно внушил. Ну что, я не верю. Вот это не Na'Vi. Настолько осторожно, четко, проверено, выверено действовать на линии. Это какие-то EG под фейками. Ну да. Не, хотя да, Na'Vi. Они же первую водку закинули, так что Na'Vi, все нормально. Так, чтобы не раскусили их. Да, да, да. Санейка у нас снизу, мы видим, раскушивает линию. Но как только в миде увидели четверых, сразу на них пошли забирать Т2. Они понимают, что Тавр в миде не задефит в любом случае, его придется отдавать. Но вот на Т2 тоже не побежали. Они стягиваются куда-то в сторону Рошана. Потому что тайминга, опять-таки, у них нету. Они приблизительно знают, что скоро будет Мак. Хвост видит. Ой-ой-ой, сейчас может быть очень интересная стычка. Мак по-прежнему здесь в Виндете. И если кто-то из саппортов отставится, Дэнди заходит на Рошана. Дэнди могут поймать. Но у Дэнди есть БКБ, а мы забываем. Я забываю. Я удивлен. Я очень сильно удивлен, что они так отошли всей командой. Они могли сейчас просто похоронить Вегу прямо на этом месте. Джиггернаут прыгает и убивает всех. Но они предпринимают решение просто подождать и заманить их в узкий проход. Потому что если, ну каким образом, да, Вега сюда зайдут и их похоронят сразу. Здесь будет такое кладбище из пяти тел. Но если зайдут сюда Нави, то Джиггернаут будет убивать этого Рошана в соло. И его тяжело забрать. Ну почти нереально. Особенно если будет в центре. Грамотное действие. Они понимают то, что лучше, ну вот пока ты выигрываешь, да, лучше наращивать свое боевое преимущество так, чтобы потом ты просто пошел и убил врага редклейком. И кто-то, да, кто-то молодец у Нави. Кто-то там слишком много психологических атак сделал на нашу любимую команду. Монтостайл, УСФ, боже, что за билд? Но единственное, единственное, зачем он здесь может понадобиться, чтобы контрить Джиггернаута, который будет прыгать по этим иллюзиям. Но с другой стороны, Джиггернаут может прыгнуть на гирокоптера, может ворваться в кого-то, поэтому... Это нонсенс, потому что, ну, мало то ты юзает свой монтостайл, ты даешь еще два таргета Шейкеру и... Квапас ульта почти моментально их побивает. Ну да, и ты не начинаешь бить намного сильнее. То есть вот в этой игре, я бы сказал, Си, Саша Яша, насколько я бы ее не любил на СФ, но здесь Саша Яша имел намного больше смысла. Да, и поэтому сейчас посмотрим, как он будет реализовать, будем следить за ним, то есть есть шанс кого-то погнавить. Да, это хорошо, это хорошо, а то как-то уже скучно становится, игра слишком идеальна. Очень хороший мальчик, действительно, финал пока оправдывает ожидания. Ультра-прата, отличный, слушай, у него случайно нету аганима? Саша пошел. Саша пошел, бить первого, Саша БКБ, на БКБ, 1, пошло ПВП серьезное, Саша проседает, но Саша может себе это повалить. Пошел ультимейт, ноуан ультует, ноуану по-прежнему очень больно, хвост остается возле него, хвост, кстати, погиб, а что это вообще было? Ну, это Саша, на самом деле, поверил в себя, в итоге... А где команда? Я не знаю, команда, вроде бы, есть шекер с ультой, который стоит, ждет сзади, в итоге он, наконец-то, вышел в арабке, получает, кстати, что он, Паша начинает давать расцвел, и потрясающий стан от мага, минус 2 делает у нас вега. Боже, 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 что это было? Это называется перехваливие, это что вообще было? Это была самая худшая драка, которую я видел реально за последнее очень много времени. Ну, знаешь, Саша, я понимаю, что я его разнесу, вот так он, наверное, так и сказал. Да, там же пять человек и дазл, как он собирался его убить вообще? Ну, он, видимо, об этом не подумал, потому что я сам не понимаю, как может так врываться одному без поддержки своей команды. Ну, это совсем какая-то поплава, что-то хвоста, не знаю, в голову ему что-то ударило, наверное. Аганим, тем временем, почти есть у Artstyle на 29 минут, но несмотря на то, что 3 в 2 был размен, и выиграли очень много денег, вот, фактически с 10 тысяч до 6 вернули вега, и по XP мы видим, с 9 тысяч там где-то тоже до 6 они вернут. По-прежнему в Na'Vi все хорошо, если они вот так вот не будут вот по-дебильному вот так вот идти, когда бестмастер стоит непонятно где, когда некраб бегает вокруг бестмастера в лесах, а он просто один бежит в пятерых и бьет, ну... Ну, я согласен, да, то есть я, конечно, когда вижу такой пик, я привык все немножко по-другому смотреть, потому что бестмастер на кого-то кричит, туда кидают все свои нюки, где-нибудь со спины заходит джиггер, ну, или, может быть, сбоку, прыгает там на что-нибудь тонкое и вырезает. В итоге мы видели, что Хвостецкий пока у нас любит танковать. Ну, в принципе, это вот его, это его миссия, то есть он все еще... Остается старая привычка, то, что он любит идти и впитывать. Ну, типа да, но... Гернаут не тот герой, типа лишь Гернаут, который уже провязал БКБ. Есть и гоним, 30-ая минута гоним у Артстайла, и, в принципе, готовы Na'Vi на еще один мастфайт. Не готовы к этому мастфайту, пока, ребят, по-моему, из Веге там души хоть успел набить, но у Ван нет, не успел даже души набить. Герокоптер с Монтой, кстати. Герокоптер тоже с Монтой. Да, но, знаешь, с другой стороны, в принципе, ну, более-менее. Ну, типа да, если уже две манты, и Хвост, если Хвост вот так будет играть, то да, это нормально. Если Шекер так будет с Хвостом играть, то есть, когда Хвост урывается, естественно, его нет, то, как вариант, может быть, у них и получится разводитель? Возможно. Возможно, вот тут, да. Возможно, правый. Смоук от Веги. Заходят они на Рошана, они видят, что Рошана нет, и вот он возвращается. А тем временем Манки Кинг Бар от Хвоста. Ой, как больно он будет бить Санейка. Невероятная. Палит всю движуху. Невероятная, кстати, точка от Санейка. В итоге его никто не запалил. Вот, теперь запалили. Да, вот Солч понял, где он тусит. И Вега чувствует, что они понимают, что в кошки-мышки играть не стоит, потому что бисмастер просто будет палить их всю игру. И нужно как-то развлекаться. Тут Хаста. Дэнди забирает Хвосту, Хвост заходит на Рошана, пока Нуан завязал там Монту и пытается как-то что-то творить возле Т2 Тавра. Я подыму немножко камеру, и тут Хвост Дэнди пытается... Держана видит Пашу. Паша, кулдаун в них. Да, Хвост побежал за Паши. Начинает его бить. Хвост очень сильно просит. БКБ, Хвост опять против двоих. Хвост против двоих, но нету здесь Дазла теперь. И вот она Монта отлично играет. Ноуа, ультует. Хорошо, но Хвост все еще БКБ. Раскрутился Хвост. Хвост просит, Хвост погибает. И опять Хвост на себя всех стягивает, а двух саппортов только забрали ребята из НАВИ. Хвост на этот раз вот вторая драка подряд. Мы видим, что просто бежит Сашка. И дерется, как Лев против всех. Не, мы вообще пришли к выводу, что как Львица. Потому что мы знаем, что Львы, они сидят на месте и ждут, пока Львица сделает за них дело. Но в итоге Хвост, он Львица. Вот Львы, вот Львы, это похоже НАВИ. Они ждут, пока Хвост для них выиграет игру. Хотя на самом деле я не понимаю, что происходит. Джиггернаут это единственный парень, который пробивает БКБ. Это единственный парень, который способен убивать ССФ и Герокоптера. И нужно, по-моему, к кому-то другому идти вперед. Саша потом ворвется и всех убьет. Я думал, так это работает. Да, да, это должно так работать. Тем более, мы видели, Паша дал свой кулдаун в никуда. На хайграунде было три героя. Хвост побежал туда в ССФ, а вот сюда в Джиггернаут. Ну пойди ты туда вместе со своими, убейте двух саппортов. Ну вот эти же ребята, они никуда не пойдут. Тем более, когда Паша проезжал БКБ, да развернись, да и уйди. Заберите Рошана и все. То есть мы видим и в итоге Герокоптер и ССФ уже на втором-третьем месте по Нетворсу. И разница-то в 4000 и по XPA и по голде. Еще одна такая ошибка от команды Na'Vi. Вега вернутся в игру. Да, и мы видим на самом деле, что у Веги все очень хорошо. Дезераптор имеет уже половину Аганима. На самом деле под Нюксом это вообще страшная комбинация. Ой-ой-ой-ой, да, это такая жуть просто. И для Хвоста, и для Денди. Ну это вообще для команды Na'Vi. Да, любой, кого ты достанешь Нюксом с Ренжали, пусть даже прожмешь Карапаси, он достанет сам себя. Это фактически минус-герой. У Мага тоже половина Аганима. Как бы мы не любили Аганим, но вот у Нюкс его собирают. И в итоге Na'Vi сейчас нужно уже быть очень сложными. И главное, грамма провести тимфайт. Начинает выманивать. То есть можно всем не идти. То есть вот Денди можно дать позицию, Панику тоже можно дать позицию. Но в узком проходе и успели. Успели забрать. Маг, 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 Некра видит Мага. Маг подставляется, выходит. Маг, ВКБ очень быстро его убьют. Убили Мага. Паша с мостом. На этот раз серьезные, честные, православные ПВП. Вот он Монтастайл. Тут ультимейт Ноуана. Хвост. Ушел в ультимейт тоже. Хвост по Паше. Но вот он Грейп. И хвост. И вот он Санейка. Ну наконец-то врывается Санейка. Минус. Еще. И еще минус. И Ноуан один остался. А его Денди сбривает. Но не хватило чуть демжа. Минус 4. Ну вот на этот раз пришел Санейка. И все стало намного проще. Хотя драка опять пошла по тому сценарию, как и раньше. Но в этот раз мы видим то, что Вега просто не успели. Они понимали, что там стоит Рошан. Маку нашел в инвизе. В итоге он за драку вообще почти ничего не дал. Он внес демеджа. Соло. Вот смотри, смотри. Смотри, вот он. Да, да, да. Соло поставил свой статик шторм. Но там было вообще не КВ. В итоге фактически Вега дралась 3х5. Поэтому сейчас Ави, ну молодцы, надо так же и продолжать. У Джаггера 4000 урона. Я между матчами обязательно пойду слушать нашу аналитику. Вы тоже послушайте. Я очень хочу ее послушать. Хекс появляется у Дэндимона. 20 секунд до появления Паши. Т3 Тавр может упасть. Но есть еще правда Глиф. Вот прыгает Мак. Вот Манова со своей тухоста. Нет, Нави, конечно, сейчас никуда не пойдет. Рановато. Я что еще думаю? Я удивляюсь, почему люди забыли про Гускептера. Какой хороший артефакт был. Шикарный артефакт просто. Против вот этих вот это вообще матха. Особенно на Нюксе, да? Там на тебя врывается Джаггернаут. Начинает тебя отрезать по 500 хп. Ты отрезаешь Гускептер. Ты почти неизвим. Учитывая, что ты можешь там уйти в землю. И в итоге тебя не убить. А в итоге мы видим что? То есть Дисраптера, ну Гускептера нет. Ладно, он фармит фаст огонь. Вот мы едем, да? Смотри. Сейчас идет Нюкс и умирает. Вообще почти ничего не успевает сделать. То есть БКП. Ну вот он зашел под Некра и до свидания. Вот Соло. Дается Техшторм тоже ни в кого. То есть фактически два героя. И при этом они еще заходят. Ты смотри, где СФ ультанул. Да, и он ультанул там. Где-то непонятно в кого. То есть без снов, естественно, это не работает. И в результате, ну, кстати, даже несмотря на это, Вега… Ну могли бы убить хвоста, если бы здесь не Санека. Они бы убили хвоста. И было бы все более-менее. Ну, да. А то есть я в дождь низу и зал за драку. Да. Ну, в итоге получилась очень плохая драка для Веги. Очень плохая позиция была игроков. Ну вот, может быть, получше пойдут дела, когда дособирает маг Ганим на Нексе. Мы видим, тысяча голды у него имеется. Еще 900 ему не хватает до появления этого чудесного артефакта. Да, сейчас для Веги осталось сделать только одно. Это терпеть, потому что наберут их в тиски. И если с точки зрения терпения, у них здесь все отлично. Они могут сидеть на своем ХГ вечно, потому что нами, даже несмотря на то, что есть палочка джаггернаута, очень слабо с ДПСом по таврам. То есть если джаггер подойдет, он получит там один-второй стан и моментально умрет. А Квапа и Бэма, они, естественно, не падут. То есть они любят ганговать, поэтому есть шанс для Веги при таком раскладе. Вот мы видим то, что у нас сверху бегает Нюхс. Они теперь чувствуют, что джаггернаут, ну, будет со стопроцентной вероятностью реализовывать Айгис. Причем наметнее нас и сверху, поэтому нужно поддавить по таврам. Очень много денег у джаггернаута, 3300 у хвоста, при том, что есть у него уже МКБ, он очень больно бьет. У всех очень много денег. То есть также есть у гирокоптера 3700, у СФа 3400, я думаю, когда они вообще будут покупать свои артефакты, потому что это круто. Ну да, у Дэнди там Хекс Шива, а у гирокоптера там просто стайл-то ничего нового таки не появилось. БКБ только 7 секундное стало. Ну, радует только то, что у хвоста уже 6 секундное. Хвост покупает себе Баттерфляй, начиная с Квотерстафа. Ну, денег, конечно, еще много надо нафармить, но пока вот попушат все линии, пока заберут 2 вот здесь, пока реализуют Айгес, я думаю, Баттерфляй уже будет. И на третьего Рошана уже можно будет идти, имея Баттерфляя, и после этого закончить игру. То есть план на игру у Na'Vi на данный момент должен быть приблизительно врагов. А у Веги мы идем в то, что корги Роя, они уже подготавливаются к тому, чтобы контрить Баттерфляй. То есть если ты покупаешь Димон Энч, и просто смотришь на то, что собирает вражеский кэрри. Если это будет Баттерфляй, то естественно МКБ, а если ты собираешься не Баттерфляй, то какой-нибудь Дейдалус. Зайдет вполне. Хвост? Хвост? Куда нашел? Хвост пошел совуха убивать. Зачем ты только совух, хвост, дэмэдж это наполучал? Вот сюда статик шторм Дизраптора, и хвост бы сейчас погиб с Айсом. Легко? Да. А Дизраптор-то уже с Аганимом, и не знает об этом Na'Vi, насколько это может быть важный момент для Веги. Ой-ой-ой, поймали No'One, а он просто не успеет ничего сделать, минус No'One. Хвост включил, БКБ, хвост надо ультовать ему в Джиггернаут, альтует Джиггернаут, разлетает с Пей Люсием. Хвост пол-хп снег, хвост, БКБ, хвост будет ли нажимать? Нет, будет нажимать только после того, как потеряет Айгис. А вот Дэнди погибает, он знает, что есть Аганим у Джиггернаута, у, извините, у Дизраптора. И смотри, как Na'Vi получает Na'Vi, расставит, пошел вздох. Это уже минус 3, Санейко спрятался в лесах, хвост вынужден отсюда как-то бежать, ну что очень больно Навям. И вот он, вот он, Дизраптор от Солыча. 3000 голды, 3000 хп, СФ с байбэком, минус 3, минус Айгис. Вот он, нереальный байт от школьника, то есть все в этом мире подумали о том, что у Нулан действительно умер и байбэка у него нет, забежали далеко. В итоге у нас Дэнди вообще не успел проражать БКБ, он тоже не ожидал Аганима, и в итоге Вега подрались просто идеально для себя в этом моменте. Да? Я удивлен, я удивлен на самом деле, то, с какой хладнокровностью стоял Нулан. Он вообще не байбэкался, он ждал пока забегут два героя, повесили с этих шторм, и после этого Na'Vi поняли, что они в ловушке, никуда не деться. Очень хорошо получилось, все, да, потерял немножко шедуфин денег, вот смотрим мы сейчас повтор. Байт, байт на СФА. Ну это, я думаю, они сами для себя сделали неожиданной. Ну вот, и побежал хвост дальше, вот хвосту здесь надо было просто развернуться и уйти, но, учитывая, что хвост уже слишком далеко, Макс спрятался, Дэнди прыгает и привет, говорит Леша. С лоу граунда отличный статик шторм кинетик филд, и Na'Vi рассыпается 23 на 11. Лучше, ну теперь тучи сгущаются у Na'Vi. Да, не все так просто, преимущество, да, больше 10 тысяч по-прежнему, по-прежнему все, кажись, более-менее хорошо по деньгам. Боже, что делает здесь? Нападение на Соло? Соло убить. Вернуть. Ну, да, возвращает, но Соло. Спасибо, говорится, Нейко, я тут тоже постою. Ну, не было бы рядом Дазла, он бы его, да, убил. Реально, он бы его убил. Тотем, он бы еще раз не понимает, что сейчас ты под ультом у Паришина-то очень-очень больно просаживаешься. Маг видит Сонейко. Понимает, что в соло он Сонейко не убьет абсолютно никак. Хотя убьет, почему же не убьет? Минус фар, минус 18, посмотри, сколько демеджа выходит в тендеты. Как же больно-то. Маг, вот проблемы огромные у него. Будет ли сейв? Да, будет сейв. Маг закапывается здесь. И все, Дэнди прожил бы КБ. И что ты сделаешь? Мага бьет. Накричали на него. Третий Некраб видят. Мага продолжает избивать. Убили. Маг так и остался под землей сидеть. Чего мне вылезать? И Баттерфляй появляется хвостом. Но там уже есть МКБ. Там уже есть МКБ у гирокоптера. Ну, что я могу сказать? Даже не знаю. Это на самом деле уже тяжело анализировать. Потому что сейчас все сводится к тому, кто грамотно начнет. Мы видим, что Нолана у нас нашли в этот раз. А надо развернуться сейчас. Очередной развод. Очередной развод от Нолана. Заманивает под Тавр. В итоге хвостевич. Вот это вот сейчас что было? Где Манта? Где вообще не знаю хоть что-то, что нужно уезжать. В итоге хвост пошел дальше. В итоге видит Лешу прыгает на него. Уже сделал минус два. И хвост просто пошел, убил команду Вега. Потому что у них нет байбэков. Он просто пошел их и убил. Просто правой рукой. Он просто тупо зарайдкликал команду Вега сейчас. Почему он так умер Нолан? Почему он не дрался? Почему он даже не взял Манту? И вообще ничего не сделал. Не, может быть это действительно была попытка какого-то байта. Но Дазла рядом не было. Леша просто пошел умер. И у них нет байбэка. 60. О боже, что произошло? Боже, какая ужаснейшая ошибка. Слишком легкие бараки для Нави. Легкие, редкие. Да. Так это может быть и минус вторая сторона. И ни в коем случае нельзя уходить отсюда. Вообще ни в коем случае. Нету 50 секунд СФ. Это 100%. Надо ломать еще один кулдаун. Да пофиг на него. Маг запрыгивает. Шейкер в боях. Паша конечно остается в живых. Но Мага тоже нету. Нет, Паша не останется здесь в живых. Никак. На Пашу забили. И ни у кого нет байбэка. Это гудгейм. Что? Произошло сейчас. О мой бог. Как же Вега залили игру. Как же Саша шел вперед. И в итоге задаю своим характером. Ну, хвост. Просто действительно. Тут, ну а что еще можно сказать? Хвост просто шел. А он, ну. А он так всю игру шел. Да, он так всю игру шел. Да, два раза не получилось. Ну, третий раз зашло. Ну, ошибка от Ноуана грубейшая в тот момент. Ну, хотя, ну как ошибка? Ну да, ему надо было юзнуть манту, развернуться, начать драться, ультовать, что-то придумать с самого начала. А не просто пытаться пешком уйти. И в итоге сдохнуть. Ну, бегать со своей командой, например, Даззл с собой позвать. То есть, даже несмотря на то, что мы с Тамарой ходим парой, но это работает иногда, поэтому я считаю, что Вега на самом деле закинули. Могли бороться, могли дальше терпеть и выйти в глубокий лайтгейм с Даззлом и двумя кор-героями, но в итоге что поделать? Na'Vi просто были хороши. Вега на самом деле.